Вспомнил правильное слово. Конструкция. Понимаете, ну, сейчас я покажу вам это на примере, да. Вы можете мне простым образом, вот сейчас сами себе, остановить видео и объяснить разницу между абстрактным классом и интерфейсом, пока не в коде. И начинается. А я вам скажу, что на самом деле вы это все знаете. И вы это применяете ежедневно. Ежедневно. Вот для мужчин. Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь видел в жизни или делал кернер с клапана? Кернер с клапана. Делал. Какое отношение имеет клапан клапан к кернеру? Никакого. Но клапан это просто деталь. Теперь давайте вот так вам нарисую. Смотрите. Ведь все банально просто на самом деле. Продолговатый предмет. Это что? А вот здесь у нас здесь у нас а вот это у нас автомобильная свеча. а вот это у нас а это у нас свеча, которая горит, восковая свеча. Ну, смотрите. Вот когда я учил описывать улицу. Что такое продолговатый предмет? Это ничего, правильно? Пишем продолговатый предмет. Скажите, пожалуйста, когда мы вот это, ребята, смотрите, а это интерфейс. Сейчас поймете, почему. А вот у нас будет потом одного звена не хватает, да? Абстрактный класс. Скажите, пожалуйста, есть главный вопрос, почему люди не понимают, да? А я вам говорю, надо понять, что такое конструкция. Не надо искать в Википедии, что конструкция. Я просто это называю так. Что такое конструкция интерфейс? Это нечто общее. Ребят, почему не понимают интерфейс и абстрактные классы большинство людей? Да потому, что надо понять простую вещь. Интерфейс делается на уровне только нашего понимания. Иными словами, в данном случае человек, мы взяли свечи, то есть у одного человека будет свое понимание, у инженера будет свое понимание под этим продолговатым предметом, у кого-то третье понимание. А вот я вкладываю сейчас, что допустим, продолговатый предмет, но делаю один интерфейс, называю это интерфейс. Что в нем особенного? В нем особенного, что все методы будут абстрактными. То есть этот продолговатый предмет так и будет называться продолговатый предмет. мастер на заводе бы назвал это как заготовка, правильно? А потом с этой заготовки сделал бы мы вот свечи более четкие взяли понятия, да, восковая автомобильная свеча, а мастер завода может с этой заготовки сделать 300, 400, 500 каких-то конкретных деталей. Но зачем нам интерфейс в данном случае? для того, чтобы мы в голове и в программе все совместили в одну группу, да? Вот давайте, чтобы наше понимание немножко, заготовки для свеч, чтобы вам было проще. То есть это заготовки, но для свеч это уже неправильно, это уже не интерфейс с одной стороны, это просто заготовки, хотя можно для свеч, да? Если мы берем, мы знаем направление. Скажите, пожалуйста, то есть что делает интерфейс, вот как он связан с этим кодом? А то, что код, который ниже, он будет объединен в блок и будет подчиняться вот этому интерфейсу, вы спросите, а зачем же это делается? Ребят, да, ответ очень простой. Это делается для того, чтобы организовать вещи в определенном порядке. Объяснить это очень просто. Представьте вашу квартиру, вашу комнату, в которой вы сейчас находитесь. Ведь там есть совершенно разные вещи. Эти вещи, там, книги, книжные полки, какие-то шкафики, они относятся совершенно к разным вещам. Да? То есть совершенно совершенно к разным категориям объектов. Да? Категориям столы из дерева к одному, ручки из пластмассы к второму, но мы могли бы комната назвать это. Давайте попробуем. Здесь как просто ума, а то много надо, я что-то сложное объясняю. мы делаем интерфейс комната. Вот тут комната. Комната. Дальше. Дальше. Давайте вернемся к тому, чтобы закончить ту мысель. смотрите, когда у нас есть заготовка, мы можем уже создавать какие-то абстрактные классы. Абстрактный класс, автомобильные свечи. А дальше идут конкретные классы. Холодные свечи, горячие свечи и свечи абсолютно с разными параметрами. Но, заметьте, от одного и того же интерфейса мы делаем другой абстрактный класс. И он чем хорош? Скажите, пожалуйста, ну, допустим, ситуация, конечно, может немножко аховать для нынешнего времени, но я подумаю, вот у меня есть свечи, есть комната, ну да, сейчас есть лампочки, надо было в лампочке, но я взял просто немножко по-другому. А здесь у нас будут освещение свечами, допустим, когда пропал свет. Ну, конечно, можно и фонарик. И здесь идут второй класс, да, абстрактный, абстрактный класс, свечи. И дальше пошли, какие свечи там длинные, широкие, для праздника. То есть мы делаем абстрактный класс, а потом делаем конкретные классы. И у нас получается в принципе три шага. Смотрите, как просто, да, по сути дела интерфейс объединяет нам группу. И теперь если нам понадобится программно описать цех, комнату, то мы никогда не запутаемся. И поэтому мы можем совместить в одном интерфейсе абсолютно разные вещи, да, то же самое, уже нет времени, не буду рассматривать, все это в уроках рассмотрим. Комната, да. Зачем я вот вам это рассказывал? Обратите внимание, когда мы начинаем думать о конструкции, понимать ее цели, понимать, как это делается, для чего она, то есть эти знания мы и будем приобретать здесь в разработке. Понимаете, ведь нам надо чем-то думать, согласитесь, нам надо чем-то думать. Скажите, пожалуйста, о чем мы можем размышлять, если для нас абстрактный класс интерфейс совершенно абстрактные понятия, и у нас нет четких каких-то в голове представлений, а где мы будем применять интерфейс и почему? Где абстрактный класс, где обычный класс, и почему так? Потому что это и есть базовые вещи. Для того, чтобы стать разработчиком, в первую очередь надо понять эти конструкции. Их не так много. К ним относятся классы, декораторы, генераторы и так далее, и так далее. Их немного. Нам всего лишь надо понять, как они устроены, для чего делаются. Ведь понимаете, вот вы сейчас посмотрели, да, вот эту вещь, у вас возникли идеи, а ведь также плагины, ребят, пишутся. Вот заготовка плагина, дальше вот заготовка плагина пишется для программы, а тут пошли абстрактные классы, плагины по направлениям, видео, аудио, б, 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 а дальше конкретный плагин. По сути дела, все банально просто. Смотрите, как становится, вот применение, вот применение, как становится все на места, мы пишем программу, да, мы думаем, как мы будем расширять, ага, при помощи плагинов, значит, я пису интерфейс для плагина, где думаю, что должен делать плагин, как он делать, и прописываю эти методы, эти методы абстрактные, то есть, точно будут изменяться. Значит, пользователь, который купил программу, хочет написать плагин, ему заморачиваться не надо, он берет ваш заготовленный интерфейс, берет пример плагина абстрактного, который будет называться там бла-бла-бла аудиоплагин, да, переопределяет методы, дописывает свои, называет его аудиокнопка пап, пип-пуп, и пишет эту кнопку, кнопка работает, при этом этот интерфейс собирает все плагины, ребят, я что-то сказал умное, я что-то сказал, что нельзя понять, нет, я просто рассказал, это про-сто, нормальными словами, потому что я это глубоко понимаю и прошел на своем опыте, поэтому я сказал, в курсах мы полностью отказываемся от книг, вы читайте книги, я буду вас, мы будем работать с вами с документацией, потому что книги это единственное то, что может нас далеко увести от истины, хотя они во многих случаях полезны, то есть поняли, да, что такое разработка в нашем понимании, что мы в первую очередь рассматриваем конструкции, которыми будем мыслить, но само собой подтягиваем под них код, да, и тогда в принципе у нас начинает, мы начинаем легко очень соображать, что как построить обучение, понятно, что с нуля уже должен отвечать на эти вопросы разработки, видите, как, ну все выстроилось в голове, легко очень, да, мне сейчас, ну потому что сам все прошел, а новичку это сложно, потому что он не понимает этого, да, вот чем будет хороша школа, дальше уже идти, да, круто, так вот, давайте один еще момент разберем, смотрите, мы думаем, да, ведь что такое вот эта конструкция, да, вот мы, да, интерфейс, абстрактный класс, но ведь сами то классы, чем орудуют, правильно, функциями или методами, да, то есть методами, ну по сути дела это те же функции, да, как функции работают, методы, какие-то действия, а чем методы орудуют, абсолютно верно, типами данных, ведь мы должны заключить нечто в список, в кортеж, а значит, если мы понимаем, то, что мы можем сделать абсолютно верно, на первом этапе с нуля вложить понимание а как правильно работать методами и вложить это понимание, чтобы когда дошли до интерфейсов, нам не надо было сидеть и думать, а я этого не знаю, а мы уже натренировались и знали, отлично, если мы работаем с автомобильными свечами, значит, отлично, по категориям мы разложим их по спискам, ага, поиск свечи по определенным словарем сделаем, если будет идти речь о чем-то более весомом, например, там, связанном с деньгами, значит, скорее всего, это надо будет заключить кортеж, чтобы нельзя было похитить или изне, изменить, да, то есть смотрите, как все взаимосвязано, получается, что язык на самом деле изучить довольно просто, плюс добавляем второй язык, и все в кармане, все, ребят, по сути дела, моя задача была показать, сам сайт будет меняться, так как, ну, это будет первичный вариант, который я сейчас запущу в ближайшее время, да, и о курсе вы тоже все поняли, много кода, много понимания, ну, вот такие вещи, отрамозило меня то, что на свой опыт я считаю не вправе опираться, последний момент расскажу, который я описал, несколько раз описывал, однажды, когда я правил очередную библиотеку под себя, на сайте, я, 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 Продолжение следует...